Есть в Португалии такое место, называется полуостров Сетубал. Место спокойное, курортное, немного сонное. И это было именно то место, куда я прибыл из Испании, чтобы начать знакомство с португальским виноделем. Вот этот паром за моей спиной, это практически самое первое, что я увидел здесь в Португалии, в городе Сетубаль. Прибыл я сюда по приглашению одной интересной ассоциации, связанной с торговлей местными португальскими винами. И задача моя, в общем-то, очень простая. Я собираюсь походить, поездить по винодельням и рассказать, как же чувствует себя сегодня португальское виноделие, чем они здесь занимаются, какие вина они делают, где эти вина можно купить у нас, насколько они качественные. Я буду выносить свое личное, собственное, субъективное суждение. Оказалось, что тут, в этом регионе, тоже делают вино. И самое известное из вин называется Мушкотель де Сетубаль. Из названия понятно, что речь идет о сорте Мушкотель, вероятно, о его местном проявлении. Мы же знаем, что в Португалии огромное количество автохтонных сортов винограда, а это сладкое, крепленное вино с долгой выдержкой в бочке. Очень интересное для тех, кто любит или хотя бы не отрицает десертные вина. Регион Сетубал примыкает к региону Лиссабон. Из одного города в другой на машине ехать примерно минут 30-40. И первая Адега, так по-португальски называется винодельня, которую я посетил в этом путешествии, называется Фернау-По. Это винодельня небольшая, семейная, основанная в 50-х годах прошлого века неким Аннибальда Сильва Фрейтас. Когда я говорю небольшая, речь идет о 600 тысячах литров вина в год и 60 гектарах виноградников. Вот этот улыбчивый молодой человек, управляющий Джоа Пальмоса, он ведет нас сразу на винодельню. И первое, что мы видим, исторические цементные резервуары для хранения вина. Такие использовались и сейчас, используются по всей Португалии, но постепенно они отходят, уступая место более современным цилиндрообразным, сделанным из нержавейки. Внутренние стенки этих резервуаров покрывают специальным материалом, который Джоа назвал виноградным уксусом. Вот вы видите, как он выглядит в гранулированном виде, и уже потом туда заливается виноматериал. Как видите, вот эта табличка свидетельствует о том, что этот резервуар используется. Тут описаны все технические параметры хранимого вина. А вот сверху это выглядит вот так. Тут есть специальные люки, мы заглядывали через него, хотели посмотреть на вино. Немножко темно, но все же. А вот пресс для отжима сока из винограда. А вот так выглядит жмых, который остается после этого отжима. Иногда его пускают на второй отжим, а потом продают производителям виноградной водки на перегонку. Жоа предлагает попробовать сок прямо из-под пресса. Это сок, который пойдет на сбраживание и превратится в вино. Он очень не похож по вкусу на то, что мы привыкли получать из пакета. А вот тут идет брожение сока вместе с кожурой винограда. Видите, такая масса. И процесс, который я вам уже показывал в предыдущем видео, называется пижаж. То есть утапливание этой шапки из кожицы ягод непосредственно в сок. Для того, чтобы забрать все нужные вкусы и ароматы. Только в прошлом видео вы видели, как это делается машиной. А вот здесь вручную. Сравните. Сейчас вы увидите совершенно эксклюзивные кадры. Главное таинство рождения вина. Брожение. На сленге говорят, вино кипит. Это действительно визуально немножко похоже на кипение. Выделяется углекислый газ и температура. Посмотрите. Ну а в погребе, где вызревает вино в бочках, нас тоже угостили пробой этого вина. Вино прямо из бочки. А это тонат. Тонат. Достаточно богатый аромат, можно сказать. Тоже 19-й? Винов. Джо. Да. Ну, какие отзывали. Это уже реально похоже на вино. Но, как по мне, ему еще годик надо полежать. Ну и, конечно же, к витрине. Джоа рассказывает нам про важные исторические образцы их вин, которые мы, конечно же, не найдем нигде, кроме их же семейного музея. Ну и про ту линейку, которая представлена в магазинах. Как видите, на базовой линейке большими буквами нанесены названия винодельни, и эта линейка пронумерована. Вот здесь моносипажный сера и несколько блендов. Единичка означает моносипаж, то есть вино сделано из одного сорта винограда. Двойка, что в бленде присутствует, два сорта винограда. Ну а тройка, попробуйте догадаться, точно, три сорта винограда. В блендах используют международные сорта и местные. А вот линейка АСФ, уже более премиумная. Это первые буквы имени основателя винодельни. На этикетках значится ДОЦ Пальмело. И тут есть белое, розовое и три красных, с выдержкой в бочке 12 месяцев. Эти вина получали разные международные премии. Ну а мы отправляемся дальше, по направлению к Лиссабону, и следующее винодельня называется Адега Майя. У меня за спиной находится Адега Майя. И вот здесь такой достаточно странный, интересный дворик. Он, этот дворик, находится, насколько я сейчас могу понять, в состоянии какого-то строительства. Но прямо вот здесь на входе будет ресторан. Этот ресторан открывается буквально через неделю-две. И вот в этом смысле очень интересно, что тогда как большинство как-то вот от туристов и от туризма держится в стороне, Адега Майя уже принимает энтуриста, уже проводит экскурсии, и вот-вот откроет ресторан. Я думаю, что вот этот весь дворик, который находится у меня за спиной, это будет какое-то ресторанное пространство. И на самом деле это очень-очень, ну, как бы правильно и красиво, когда ты посещаешь хороший винный ресторан в окружении, с одной стороны, вот этих вот виноградников, а с другой стороны, в окружении такой вот современной архитектуры, которая представлена здесь, в Адега Майя. Главное, что мы увидели на этой винодельне, сверхсовременные технологические процессы. Ну, да и не только. Даже посмотрите на это здание. Чувствуется, что владельцы знают толк в современной архитектуре. Ну, и виды из окон на винограднике, они просто завораживают. Адега Майя тоже винодельно-семейная, но необычная. Дело в том, что семья владельцев по фамилии Алвес является самым большим поставщиком соленой рыбы в мире. Вы знаете, наверное, как португальцы помешаны на треске, которую называют бакаляо. Так вот, семья владельцев Адега Майя вылавливают и поставляют эту треску, да и много другой рыбы по всему миру. Как это связано с виноделием, спросите вы? Это все тоже истории и легенды, которые так необходимы вину. Вот посмотрите на эту лодку. Что делает лодка на винодельне? Это первая лодка, говорит нам легенда, на которой основатель семьи вышел в море за треской. Его даже книгу специальную выпустили с историей семьи и трески. Кстати, эта лодка называется Дори и в честь нее названо, угадайте, что? Правильно, в честь нее названо вино. Ну, а сейчас, внимание, еще один эксклюзив для вас, прямо с винодельник. Появление человека из винного чана. Что он там делал? Ну, мыл, проверял, ухаживал. Даже такая суперсовременная нержавейка, она тоже требует человеческого ухода. Адега Майя – единственная винодельня, где мы увидели, как наполняются 5-литровые пакеты с вином. Они уходят в основном по заказам ресторанов, где вино разливается побокально или наливается в кувшины. Я неоднократно подчеркивал в своих сюжетах из Португалии, что соотношение цены-качества в португальских винах, вероятно, лучше в Европе. И тут я себе даже представил, как средний португальский потребитель покупает такой вот пакет себе на неделю, евро этак за 3, и чувствует себя прекрасно. Кстати, представитель семьи владельцев и генеральный директор винодельни Бернардо Альвес приехал на винодельню пообщаться с нами и рассказал нам про историю создания винодельни и про дальнейшие планы. Винодельня эта заложена только в 2011 году, она очень молодая, но амбиции самые серьезные. Я предполагаю, что семья планирует в вине добиться не меньшего успеха, чем в треске. А вот этот милый дедушка, тоже своего рода символ, талисман винодельни. Его статус официально звучит как друг семьи. В честь него тоже названо одно из вин. Называется Пинта Негра, в дословном переводе черное пятно. На самом деле это прозвище этого дедушки, так его называли всю жизнь, с детства, за родинку на лице. Ну и вот теперь это вино называется в честь дедушки и его родинки. Еще одна прикольная история-легенда. Ну, а мы с вами практически уже и увидели всю линейку вин от этой винодельни. От базовой, которая просто называется по имени Адега Майя, до Пинта Негра и Дори. Множество сортов, блендов, вариантов винификации, и с бочками, и без. Надо пробовать и находить именно то, что понравилось. У семьи сейчас в третьем поколении четыре девочки. И я спросил Бернарда, говорит ли он и его брат со своими дочками о вине. Он засмеялся и ответил, что да, конечно, но не каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова